Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха и Малоната. Да-да, ребята, это Малоната. Так, подождите, что это у нас там с камерой? Сейчас мы тут разберемся чуть-чуть. Вот так вот, вот так вот. А дело в том, ребята, что у нас сегодня на повестке дня... Куда пропал Джон Доллар? Вот кто-то там спросил, куда же Бакс пропал. Я такой думаю, куда же Бакс пропал? Ну, давайте попробуем ввести в поиск Джон Доллара. А, давайте сначала Братуху введем. Братуха, куда пропал? Так, Братуха, у нас существует 1291 видео. Прекрасно чувствует себя Братуха. Занимается своим любимым делом. Вот такой вот интересный Братуха. Давайте Джона Доллара введем. Джон Доллар. Итак, Джон Доллар прекрасно себя чувствует. 1323 видео. Все, я помню, он как начал видео клепать, клепает, клепает. Думаю, ну все, у парня мечта. Обогнать Братуху по видосам. В лайкос Джон Бакс. Передать ему привет. Лайкос, обогнал. Ну, а суть-то в том, что Джон Бакс-то у нас все. Он, как говорится, подрос на харчах. На харчах, да, как говорится, подрос. Мамкиных, да, Наташ? На пиксониковских харчах подрос. Вот. Это как синку на ферме скормили. Да. Раскормили его, ребята, что действительно на последнем стриме, вот этот я стрим открыл, ряжка-то у него стала толстенькая и прыщавая какая-то. Видимо, не дотрахивается. Ну, ладно, это его личное дело. Ну, там девушка рядом с ним такая. Я могу игрушку посоветовать. Игрушку? А, игрушку, да. Ему. Игрушку. Старп... Как это? Стрампон? Стрампон? Как там это называется? Нет, это его. Это ему нужно. Ну, ему, ему. Ну, ладно, неважно. Про сексуальные игрушки на стримах поговорим. Так вот, куда же пропал нас Джон Доллара? Помните ситуацию, да? Он был любимой женой Пиксоников. Его все любили, давали ему ресурсы, безграничное количество роботов, ресов. И он даже разыгрывал призы, что тоже немаловажно, привлекает аудиторию к его каналу. Сейчас вместо него занял место любимой жены Глокман. Нам всем известный какой-то там офицер каких-то там войск. Вот, каких войск он мне так и не сказал, видимо, стыдно. Так вот, ну, стыдно у кого видно. Наверное, войска такие, видимые. Военкомовские. Какие? Военкомовские. Военкомовские. Да нет, вроде он сказал, что не с военкомата он. Ну, и я сразу такой потеплел. Думаю, раз не с военкомата, будем верить. Так вот, теперь на месте Джона Бакса другая жена. И эту жену теперь одевают пиксоники. А он, соответственно, берет самые лучшие моменты из боев. Втюхивает игрокам, что смотрите, я нагибаю. И втюхивает эти сборки. Вот. По нарезкам вот таким вот, можно сказать, да. Ну, ладно, не будем о нынешней жене, а скажем о брошенной жене, о жене, которая поменяла... Нет, про любовницу. Нет, смотри, Джон, Джон это жена, а Люкман это любовница. Нет, нет, нет. Джон это разведенка, брошенка. Все, она, она брошенка. Это жена, которая изменила, напакостила, нагадила, и ее муж выгнал. И кто-нибудь выгнал? Все, Джон теперь свободный. Он, можно сказать, вырос и улетел. Так а что, он воробот вообще не снимает? Воробот? Нет, я смотрю на его канале. А сколько времени он не снимал уже? Ну, вот примерно, давай посмотрим, неделю назад. У него вот воробот-стычка с летунами 3400 просмотров. Ай-яй-яй-яй-яй, а сколько у него там это, подписчиков-то он набрал-то? Сколько же ему подписчиков-то подарили? Сейчас посмотрим, ребят, попробуем сейчас вернуться обратно. Вот, мы вернусь. 48732 подписчика, не кисло. Да, я тоже так думаю, шикарно, шикарно у Баксика. Так вот, он неделю назад играл в танчики. Вот, летал на тех роботах, видимо... А, он в стычке играл. 3400 просмотров. Потом, неделю назад, линия фронта. Танки, танки. 400, ну, 500 просмотров. Потом, бегемот, видимо, на тест-сервер он быстренько сбегал. Хайпанул. 4100 просмотров. Потом опять в танчики пошел. 400 просмотров. Потом танчики. 500 просмотров. Потом ивент закончился. И, так, 3000 просмотров набрал. Потом танчики. 400. Потом арест топ-сборки. Ну, и сразу народ побежал смотреть топ-сборки. А там смотрят то же самое. 5400 человек посмотрели. И разочаровались. Он как их гонял на тех же самых топ-сборках, что ему Пиксы подарили. Он вкачал месяц назад. То и, в принципе, он сейчас и качает. У него что-то нету, ни голдишки, ничего. И танчики опять идут. 400. Танчики 400. Танчики 300. Танчики 300. В общем, танчики нахрен никому не интересны. Народ заходит, видимо, по ошибке. 300. Потом немезис. Смотрите, у него 3 дня назад 4000 набрал. То есть танчики не идут. А вот роботы-то идут. И понимаешь, как бы, Наташа, если у тебя что-то получается, это, наверное, и надо снимать, да? Конечно, да. Тому не надо. А роботы надо. Но, видите, немезис топ-сборки. В общем, немезис топ-сборки, а рэс топ-сборки. А по факту в ангаре, наверное, кто смотрел, ребят, напишите в комментариях. Наверное, те же самые роботы, да, немезис и рэс рядом стоят. Просто он картинки меняет. А ангар тот же, наверное. Ладно. Это, знаешь, поэтому ты создал второй канал для стрима, где ты можешь стримить все, что ты хочешь. Но основной канал у тебя только варробот. Да, но у него основной канал Джон Доллар. Он ассоцирует канал с собой. Он думает, что все будут подписываться, потому что он Джон Доллар. Мне просто интересно, если бы у него канал был бы Джон Доллар и без пиксониковской поддержки, он бы каких бы результатов добился? Маленьких. Ну, я думаю. А чисто как сам Джон Доллар, не по роботам. Наверное, 2-3 человека подписалось бы, да и все. В общем, новая игра у него. Если бы рекламу сделала бы, то может быть и больше. Ну, так он же неинтересный. Кто на него подписал? Если сейчас его мало кто смотрит. Только по топ-сборкам его смотрят, и все. С говняным ангаром. Кто бы его смотрел бы? Ну, никто. Да, мало кто. Ну, вот. У него, короче, все према-танчики опять 500. 500 не набирают. И новая игра. Денежный поток. Я так быстренько глянул. В общем, там сидит милая девушка, Ната. Ее тоже Наташа зовут. Наташа, привет тебе. И она, ну, по крайней мере, она хоть сиськи не продает. Это уже приятно. Такая миловидная девушка. Ну, я думаю, что она из такой... Это типа она стримает или что? Она вместе с ним стримит. Вот. Я думаю, что она приличная девушка из приличной семьи. Смотри. Отшел себе тоже Наташу. Че это? Так они же все меня копируют. Ты что ж? Че это вообще? Походи, Наташа зовут. Мы твой рот видим. Слышь, подними камеру повыше. Сейчас скоро будем твой пупок наблюдать. Так вот, денежный поток. Там, короче, он, он, ребята, что самое интересное, он учит людей вкладывать деньги не в пассивный доход, вернее, в пассивный расход, а в активный расход. То есть, не покупать мороженое, потому что ты его съел, деньги пропали, не покупать машину, потому что ты на ней поехал, деньги пропали, а покупать акции, наверное, там какие-то облигации, что-то в этом роде. Ну, а для чего ты живешь? А для того, чтобы все время зарабатывать, а потом, когда ты умрешь, и уже поздно будет деньги тратить. Но самое, что интересно, вот танчики, танчики, хадос опять и так далее, да, роботы у него в тренде, то есть, самое лучшее, это роботы. Но все равно, Бакс не останавливается и упорно пихает своим подписчикам танки, денежный поток. Ну, денежный поток, кстати, смотрит побольше людей, вот, 1300-1600 просмотров. То есть, наверное, от танков ему стоит отказаться и встать на тот самый путь денег, как заработать денег. Скоро он будет бинарные акционы продавать, рекламировать, в общем, да, в общем, вот такой парень, понимаете, будет рекламировать, что там, банки, да, кредит возьми, самый большой там и так далее. В общем, парень будет продавать свою попу уже не за рубли, а за доллары, за доллары. Главное, что не сиськи. Да, нет, ну, он потом и сиськи может продавать. А ну, понимаешь, где казино, там крутится всякое, всякое, и до кокаина даже. В общем, у Баксика, ребята, дела идут плохо, к сожалению. Понимаете, поменял сиськи, роботы на сиськи, поменял, а сиськи и в игре и не вижу, все. Видимо, сиськи никто не стал донатить, и сиськи ушли. Как ты думаешь, Наташа? Сиски бесплатно не хотят показываться. Эй, Наташ, как ты думаешь, сиськи ушли? Конечно. Конечно. Наташа говорит, сиськи ушли. Нету сисьек, нету роботов. Нету сисьек, нету роботов, да? Нету сисьек, нету роботов. Нет роботов, нет Джона Доллара, как такового. Ну что ж, Баксик, мы тебя нашли, мы тебя не забываем, мы будем следить за твоими успехами. Возвращайся в семью. Возвращайся, да, в семью, Наташка. Да ты хватит там уже визжать, блин. Возвращайся, у меня детей полные, две девочки, я как целая. Такое ощущение, как будто там пять или шесть детей. Так это считание маленькое, еще подрастет через два годика, вообще будет там бардак. Вообще пищать будет, ааа. Баксик, давай уже детей заводи, и семейный канал делай. Говорят, на детях можно подняться очень хорошо. Детские каналы. Да, кстати, детские популярны, тьфу, каналы они очень популярны. Да, да, Баксик, я тебе совет даю. Или хотя бы усынови кого-нибудь. Не, если усыновишь, денег платить не будут. Ты под опеку возьми. Вроде я слышал, тысяч тридцать платят за ребенка государства. А усыновить не усынавливай, потому что там ничто не платят. Если ты усыновил, ничего не платят. Если ты взял под опеку, то платят. А почему так? Так нечестно. Ну, ты усыновил. Он твой родной, плати сам. А вот под опеку взял, это как интернат дома. У нас так люди бывают, по семь-восемь детей под опеку берут и живут, блять, охуенно. А дети в обносках ходят. Ну, ладно, в общем, Баксик, ты понял мою идею, да? Ну, вот. А вы, ребята, ставьте лайк в поддержку нашему Баксику. Дизлайк не ставьте, потому что Баксик, возможно, заплачет. У него и так на канале полная срака. Он же подписан на тебя. Будет смотреть и плакать по-любому. Да. Баксик, возвращайся уже в семью, как говорит наша Наташа. Возвращайся к Пиксоникам. Встань на колени, бухни. Он же, кстати, знает адрес этот. Наташ, он же адрес знает Пиксоников. Он же их в офисе был. Чё, думала, мой адрес знаю, но моё не хуясь. Нет, он же знает адрес Пиксоников. Он был у них в офисе. Баксик, сходи к ним в офис. Баксик. Натурик. В этом недалеко по-любому, в Москве живёшь. Ты возьми коробочку, туда на сырье. И с собой возьми. Если тебе и цветы купи. О. Если ты там бахнешь на колени. Простите, чёрт попутал, сиськи попутали. Если тебя возьмут, ты им тортик. Если не возьмут, ты им под офис. Кокульку вот эту. Зажги баночку вот эту. Спички, да. Спички. И позвони в офис. Пускай говно тушат. Вообще вот так вот. Ну и бы если у нас товарищ. Куда пропал Джон Доллар? Кстати, ну, мы уже поняли, куда баксик пропал. Давайте попробуем найти Red Z. Или как там? Red Zad. Ой, господи. Ред в зад. Ред в зад. Результатов не найдено, ребят. А, Red Z. А может Z Red? Zad в Red? Z Red. О, Z Red есть. 14 подписчиков. Это не тот. А Red Z с правилами. Ты смотри, а то опять видео выпустят. О, есть! Red Z киберсоник, смотри, есть. 5 тысяч подписчиков у него. Вот, и всё. Ну, короче... Может, опять тебя выпустил? Нет, Анна, смотри. Интересно же. Видео выпустил? Да, давай, посмотрим. Может, опять какое-то видео про тебя выпустил? Да, какой-нибудь. Давай, посмотрим. Детский сад у него. Детский сад War Robot. Три часа назад. Его же подписчики такие все няшные, как и он сам. Бля, я прям сейчас заплачу. И, короче, чего у него тут творится? У него тут творится 316 просмотров, 1400, 1200, 3900. О, братуха опозорился. Смотри, хайпанул на мне. 3900, блядь. Потом денежку, проценты верни нам. Алло. Да не надо, зачем? Не-не-не. Пускай мой материал использует меня, использует. Мне не... Главное ему... Да, проценты давай, проценты давай. Ты, блин, не понял, шутейку. Пусть им в добро будет, пусть. Братуха опозорился, 3900, ребят. А потом дальше конфликт завершен, расходимся. Но, как он обещал, не расходимся, а ждем видос, да? Но он еще там говорил, что на две недели пропадет и видосов не будет. Опять напиздел, видосы есть. Уже снял раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь видосов. Издоболы, издоболы они такие. Балабол. Балабол, не ругайся. И дальше, 2400, 2400. А потом он нахрен никому не нужен стал. 400, 1200, 900, 1900. В общем, киберсоник давай наберем. Ну, я ему просто подсказку делаю. О, киберсоник. Найдем мы его, нет? Да, и киберсоник мы его нашли. Ну, приятно. Он как и Глокман, это самое, Глокман обещал там, обещал, грозился, грозился. Я там, да, да все, да тебе, братуха, все, вообще, короче, готовься. Такой же и кибердроник. Обещался я там все, типа, я даже видела в комментариях, он там как-то писал, типа, я там еще какой-то видос выпущу там вообще, короче, пипец, нету видоса. Ну, это уже не актуально, я уже попрощался, в принципе. Ладно, давайте, ребят, попрощаемся. Видос уже затягивается, у меня уже второй видос подоспел. Спасибо, Наташка, Наташка, спасибо. Ты сейчас камеры вниз посмотри. Нет, ты вниз посмотри. Нет, камеры оставь на место, а глаза вниз, потому что ты надо мной на экране. И вот если ты вниз посмотришь, да, так, голову опусти, братуха, и почеши мне там что-нибудь. Ну, короче, не поймешься, потом увидишь, поймешь. Натуха, палец тебе в жопу, чпок. Спасибо большое. А ты сделай так, ой, ой. Нет, вот так, вот так делай, ой, ой. Да я же не вижу, что я делаю. Да не надо делать, просто, когда я скажу чпок, скажи ой, ой, поняла? Ага, хорошо. Я говорю чпок, а ты говоришь ой, поняла? Хорошо. Все, давай, Натушка, пока, чпок. Оль? Чпок? Оль? Да, что-то у тебя прямо заторможенная реакция. Задница, видимо, не рабочая. Ладно, пока, ребята, с вами был братуха и Натуха. Чао, бомбину, орликину. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова